всем привет с вами ледяной и сегодня я расскажу вам о своем недавнем походе на барахолку есть в моем городе такая ярмарка клинона и по выходным там собирается толпы народу которые подают свое балушное барахло но я туда хожу по определенной тематике ищу ретро игры и иногда что-то можно найти в этот раз я прошелся буквально пробежался так сказать минут 20 и сейчас я расскажу по ценам и потому что я набрал первая покупка будет самая дорогая это вот этот картридж двухыгровка здесь четвертая черепашки файкинг и терминатор 2 этих игр на картриджи 90-х у меня нет но что здесь меня привлекло именно форм-фактор самого картриджи достаточно интересный потрепанный временем сзади какая-то аннотация очень легенький картридж что порадовало действительно вызвало какие-то ностальгические чувства игры переключаются кнопкой резет то есть это не минимум для игры представляете терминатор 2 картриджи в принципе полностью рабочие я периодически там нахожу разных людей у кого беру но единственное вот например у меня есть всегда с собой для проверки в таких ситуациях мой покид-бой я проверяю купленные карты но не всегда могу ему верить потому что я карта например который запускает дэнди классик джуньер это вот ставочка не запустит но с этим картином не было проблем и продался оставил все пошло но в некоторых ситуациях требует конечно протянуть проверить контакты так вот продают они там это все часто погода на улице разная кто-то накроет тентом кто-то нет забывается пыль глядь уличная уличная и не всегда система читает картридж вот эту черепать нажимаем влезет вот терминатор 2 этот картридж обошел с меня как в 300 рублей то есть действительно дорогая покупка можно было поторговаться ну ладно судя по ценнику который новодел идут далее у меня есть несколько игр на пластейшин один их я взял это по полташки это такие игрушки пиратка 90-х вот эта игра мне была незнакома вызвала большой интерес мужика который там стоял сказать что меня типа интересуют эти игры или говорит что у него там целый контейнер ну не знаю может получиться на днях подойти обещал подвести еще посмотрим что есть интересного эта игра не встречалась поиграть посмотреть также взял игрушку которая у меня была был малым вроде бы тогда она не зашла присудились мы давно делать не должны и вот такая интересная игрушка тоже я не играл но посмотрим что там будет коробочки в хорошем состоянии сами болванки практически не юзаные где-то есть да какие-то карапины но я уверен что . запустить ну и также взял пару дисков на пока никогда не был сторонником пока игр но тут просто попались такие игры как например анриэл ну вполне эти игры я брал по 30 рублей коробочка 30 рублей думаю нет не страшно в крайнем случае кому-нибудь перешлю также было diablo также за тридцаточку на двух дисках как они интересно иногда продавцы любят заряжать потом вот два диска вторую диск тоже тридцатку но здесь все как надо и очень странная штука вот такой вот мод для gta вайсисе то есть это не полноценная игра это моды для gta-шки никогда не занимался такой штукой как менять какие-то применять моды в играх но посмотрим то есть опять тридцатка я думаю разговора не стоит такой красивый доступный диск от фаргуса когда-то все магазины были называли на моем городе а теперь как говорится история вот эти мой поход закончился потратил и порядка 500 рублей плюс-минус но удовольствие доставили эти покупки так что не стесняйтесь если вы хотите найти какой-то ретро став заходите на ваши барахолки частенько люди там отдают что-то интересное потому что на авито за подобное бывает залом вы такие ценники особенно вот за картридзи 90-х ну это с ума сойти а там люди продают в принципе для них это хлам старье какое-то не хотят от этого избавиться и достаточно разумные цены ставят все всем спасибо